После окончания войны прошло уже больше полутора лет, а армянская сторона продолжает петь все ту же песню. В Ереване должны очень внимательно отнестись к предупреждениям, которые прозвучали в выступлении президента Ильхама Алиева и не говорить потом, что их не предупреждали. Об этом сказал в комментарии Дай Ас, военный эксперт, полковник запаса Ильгар Алиев. По словам нашего собеседника, все эти разговоры о статусе несуществующего уже Нагорного Карабаха — это совершенно сознательные попытки армянской стороны сорвать мирный процесс. Президент Ильхам Алиев совершенно прав, говоря, что эти попытки бесперспективны и опасны для самой же Армении, которой не стоит забывать уроки Второй Карабахской войны. По мнению военного эксперта, создается ощущение, что Армения стремится к возобновлению боевых действий. Иной цели устраиваемых провокаций не видно. На что и на кого она рассчитывает на этот раз, трудно разобрать. Если подходить с точки зрения военного специалиста, то могу сказать, что сейчас ситуация находится на очень опасном этапе развития, когда очередная армянская провокация может вызвать ответную реакцию азербайджанской стороны. В 2016 и 2020 годах армяне увидели, как это бывает и чем заканчивается. Хотя вооруженный конфликт завершился, гибридная война в определенной степени продолжается. Воины могут вестись несколькими методами. Методом гибридной войны. Классическим методом войны с применением вооруженных сил, а также методом асимметричной войны. Несмотря на различия в методах ведения войны, их цели совпадают и сплетаются. Цели войны достигаются в три этапа. До агрессии. В период агрессии, оккупации. После деоккупации. После разгрома и восстановления территориальной целостности, признанной мировым сообществом. В данном случае Азербайджана. Сейчас мы находимся на третьем этапе. Этапе принуждения агрессора к признанию территориальной целостности, подписанию долгосрочного мирного договора. Азербайджан готов к этому этапу, так же как был готов к ситуации, которая предшествовала 44-дневной войне. Сейчас главная задача принудить противника признать нашу территориальную целостность, подписать мирное соглашение и согласиться на нормальное совместное сосуществование. Для достижения этой основной цели войны мы вынуждены снова вернуться к методу гибридной войны. А если будет необходимо, и к классической. Так что, война все еще продолжается. Только более гуманными методами. Но все может измениться. И хочу еще раз повторить. Армяне не должны потом жаловаться, что их не предупреждали. Сказал полковник Ильгар Алиев. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.